Часто вы задаете вопрос, сколько побегов, сколько глазков оставлять на молодых кустах, на кустах какого-то возраста, на кустах какого-то сорта. Вот сегодня мы с вами обсудим нагрузку винограда зелеными побегами, как ее рассчитать и на что при этом опираться. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Сегодня мы посмотрим все на конкретных примерах, но прежде чем мы выйдем на виноградник, все-таки пару критериев, которыми нужно руководствоваться. Первое это характеристики самого сорта. Бывают сорта сильнорослые, бывают сорта среднерослые, бывают сорта слаборослые. Это нужно учитывать. Второе, конечно же, возраст и состояние куста. Ну и также то, сколько места вы ему отдали на своем участке. Ну и теперь идем смотреть примеры. Первое, это саженцы этого года, выращенные этой же весной из черенков. Сразу оговорю, что у нас их тут буквально пару штук и они страшненькие. Это экспериментальные саженцы, за которыми мы не ухаживаем. Поэтому они выглядят не очень. Значит, у таких мы оставляем, вот один, один в зависимости, опять же, от роста, от того, как они себя чувствуют, от одного до двух побегов. Вот смотрите, пример школки. Здесь у нас раз-два побега, достаточно неплохо развиваются. С учетом того, что это только 15 мая было высажено сегодня у нас, 15 июня, да, нормально все развивается, мы можем оставлять. Опять же, мы, это же не значит, что мы сейчас оставили, все больше не подходим. Дальше наблюдаем за этим кустиком, да, если видим, что они нормально развиваются, нормально растут, два оставляем. Если видим, что наступает торможение роста, да, не растет нормально ни один, ни второй побег, значит, вот этот, он у нас более слабенький, мы его убираем. При этом важно, что это два отдельных побега, вот. Раз, два. Если это у нас вот такой вот двойничок, да, видим, вот один побег, вот второй побег, то здесь мы однозначно выламываем и оставляем один. И учитываем, как состояние растения, так и характеристики сорта. Если вы в характеристиках сорта читаете сильнорослые, вот, например, калугинские формы, они очень многие сильнорослые, цимусы очень сильнорослые, то там есть смысл, если более-менее нормально все растет, оставлять по два побега. Если это, конечно, какой-нибудь слаборослый сорт, то, может быть, и сразу один побег удалить, оставить только один. Переходим к следующему примеру. Это весенняя посадка, но годовалым саженцем. Точно так же будет и осенняя посадка, если посадили прошлую осенью, тоже годовалый саженец. На них можно оставлять от двух до четырех побегов, опять же, в зависимости от роста и в зависимости от характеристики сорта. Вот здесь мы пока оставили два. И это у нас весенняя посадка. Следующий пример. Это тоже осенняя посадка. Ну, как видите, здесь вырос только один побег, значит, растим только один. Вот здесь тоже только один. А вот здесь мы оставили три. Причем он недавно совсем проснулся. Это пиногри. Недавно совсем проснулся, но мы видим, что достаточно хороший рост. Побеги более-менее равномерные. Пока три оставляем, а дальше будем смотреть. То есть еще у нас есть возможность понаблюдать. Вот здесь тоже два. Вот это, смотрите, специально показываю. Вот он только начал просыпаться. Да, так бывает. И заметьте, как он хорошо равномерно гонит почки. На самом деле, вот видите, вот здесь вот был пробужденный побег. Но я уже рассказывала, мы малышей очень поздно откопали. Они у нас были закопаны в земле. Очень поздно откопали из-за заморозков. Вот они под этой землей там сидели и подгорели побежики. И вот только сейчас начинает расти. И пока опять же оставляем все. Ну, конечно, всего здесь будет шесть, но четыре смело можно пробовать оставлять. И да, оно еще вполне может и вырасти, и вызреть. У нас такой опыт уже был и не раз. Поэтому пока оставляем, смотрим, наблюдаем, как растение развивается. И тогда принимаем решение. Ну вот на этом пока что три оставлены. То есть опять же, мы к чему возвращаемся? Да, есть опорные цифры. Два, четыре. Ну, а где-то вырастает один. С одной стороны, мы опираемся на них. Больше как бы оставлять не надо. А с другой стороны, смотрим ситуацию. А чуть-чуть забегая вперед, значит, что с этим дальше? Смотрите, в зависимости от того, как у нас все это вырастет, опять же, мы по осени принимаем решение. Либо мы режем коротко, либо мы можем формировать вот из этих побегов плодовые стрелки. И будущие рукава. Например, вот эти вот два у нас побега. Смотрите, вот схематично на картинке, как они могут выглядеть осенью и следующей весной. И ситуация, когда у нас на второй год иногда может так случиться, что и на третий у нас вырастает один побег. Опять же, смотрите, какие варианты развития событий. Он может быть слабенький, да, расти еле-еле, и мы его можем резать коротко. А может он вырасти очень длинным и очень мощным. Да, по правилам мы его как бы должны обрезать, нам же вот надо там сколько-то сформировать. Да, мы можем сделать по правилам, а мы можем сделать так, как удобно нам. Вот пример это Коспинонара. У нас вырос вот один мощный побег, да, мы с него сформировали. Один рукав, вот пошла одна плодовая стрелка. А вот здесь в прошлом году мы отрастили вторую. Мы вообще можем растить в один рукав и в одну плодовую стрелку, если нам это удобно. Все вот эти формировки, они не для картинки, они не для кого-то, они в первую очередь для нас. Если нам удобно, если нам понятно, если у нас эта схема работает, мы можем делать так, как мы хотим. Ну, понятно, что соблюдая определенные принципы, да. Во всем остальном, хоть один, хоть два, хоть восемь, это уже вам решать. То есть вот пример, когда из одного побега мы формируем один рукав, вот у нас удалось две плодовые стрелки сформировать, а теперь вот там у нас, да, немножко мы отвлеклись от нагрузки, вот растет два побега, вот мы из них доформируем рукава. Смотрите еще пример, насколько все может быть по-разному. Вот это весенняя посадка прошлого года много давалом саженца. Вот как его считать, это второй год или третий, тоже вы часто спрашиваете. Сейчас вам покажу разницу, ну, и вы сами решите, как считать. Значит, это у нас монарх. Недавно проснулся, но мы видим, что побеги мощные, да, коронки загнуты, вот все такое красивое. Вот их тут раз, два, три, ну, вот это вот, тут двойничок, мы его убираем. Три, ну, мощные, и тут даже какой-то урожайчик. Есть, то есть пока что мы чуть подождем. Несмотря на то, что 15 июня для малышей, как бы нормально, тем более в прошлом году, они так себе росли. Поэтому пока ждем. Вот может быть такой. А теперь смотрите, вот, рядышком, да, чтобы вы понимали. И вот, такая же ровная посадка. Ровненько в то же время, просто это другой сорт. Это санжавеза. Мы видим разницу, да, вот. Вот один сорт, вот второй. Вот третий. Это кокур. Причем, обратите внимание, что в прошлом году он неплохо рос, да, вот. Конечно, тут не все вызрело, не все проснулось, да, но он неплохо рос в прошлом году, да, и достаточно хорошо растет в этом. В итоге мы оставили, сейчас скажу точную цифру. В итоге здесь получилось 6 побегов. Мы себе можем это позволить на данном конкретном кусте. А вот рядышком кокур. Четыре побега оставили, да, вот они красиво, смотрите, они все равноверные. Они показывают, что им хорошо, они уже пасынки начинают пускать, да. Вот мы можем себе позволить оставить четыре. А вот, смотрите, саженцы ровно такие же были, да, только вот то, что я показывала предыдущее. Мы садили прошлой весной, они у нас хранились в подвале, точнее, мы их купили зимой и посадили весной. А вот этот куст садили осенью, да, то есть возраст у них, ну, точно такой же, только посадка. Вот это осеннее, а там весеннее. И видим вот тоже, как хорошо куст развивается. Это у нас ликерный, цветет, будет плодоносить. Ну, тут вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять побегов. Пока что мы остали. Возможно, что-то еще проломаем, но вот разница. И я хочу обратить ваше внимание, что тут зависит не от того, что вот эти мы посадили осенью, а эти весной. Просто так сложились обстоятельства, да, разные сорта, вот они по-разному могут развиваться. Ну, и опять же, здесь вот рядом Юпитер, ну, Юпитер мы знаем, что сильно рослый, да, мы видим вот, ну, в принципе, это можно считать классический третий год кусту, и вот как мы его можем нагрузить. Рядом ананасный тоже, смотрите, сколько здесь у нас оставлено. Оставлено много, да, нагружаем много. И это третий год. Ну, вот так. То есть, очень многое зависит от самого куста. Причем тоже, смотрите, опять же, акцентирую внимание, вот эта осенняя посадка саженцами, либо покупными, либо нашими, из школки, а вот то весенняя посадка пророщенными черенками прямо в гром. Ну, и, в принципе, видим, да, что вот эти кусты в большинстве своем так примерно, ну, примерно одинаково развиваются. Да, это при том, что на третий год мы чего должны? Мы должны были оставить 4 побега. Видим, сколько мы здесь оставляем. Ну, конечно же, зависит от предыдущего роста, от роста предыдущих лет. Вот первые два года, как куст развивался, да. Если мы видим, что вот он отрастил лозы, да, вот на примере ананасово, смотрите. Вот у нас, это побег прошлого года, вот он раз, да, на второй плоскости, вот он второй. И вот в эту сторону пошел, вот туда третий, четвертый. То есть на второй год у нас выросло 4 побега, все, в этом году мы уже смогли дать ему больше нагрузку. Ну, и переходим вот к этому кустику, такой классический пример. Смотрите, у нас классический. Третий год. Мы отрастили 4 побега, 4 рукава. И опять же, как нагружаем. Еще раз повторяю, что в классике мы должны были оставить на каждом из этих побегов старых, да, по 2 побега новых, из которых бы, условно, вот этот, это была бы плодовая стрелка, а этот бы резали коротко на 2 почки, на сучок замещения. Ну, зачем это делать? Да, здесь шикарный рост, здесь шикарное все. Мы можем нормально получать урожай, поэтому мы оставляем все, что хорошо растет. Ну, смотрите, конечно, тут есть как бы подводные камни. Нам с одной стороны надо куст нагрузить, с другой стороны не перегрузить. Ну, мы видим, что вот здесь побеги, да, у нас примерно все одинаково растут и растут достаточно хорошо. Ну, нам вообще классно, мы можем сравнить с более взрослыми кустами и понимать, что рост прям очень хороший. Вот. Значит, слабенькое все убираем, все, что такое плохо растет, вот оставляем все мощное. Ну, здесь еще, видите, чем хорошо ориентироваться? Здесь у нас достаточно свободно на шпалере, поэтому нам вот хорошо все красиво видно. Может, камера не захватывает вот то, что сзади меня, но вот... В общем-то, здесь все очень хорошо просматривается. А вот когда посадка довольно плотная, то вот там возникает проблема. Да, вот думаю, что, ай, может, вот вроде, да, все хорошо растет, да, может, чего-то жалко. Даже сейчас перейдем на вторую сторону этого кустика и покажу. Вот, смотрите, два побега, да, которые явно отстают. Вот, кстати, вот снимала, когда ролик про технарян, то тоже вы мне писали, что, ну, вот такие маленькие, да, зачем их убирать, отстающие, вот пусть они работают на кустик. Тут хватает, чему работать на кустик. И вот давайте с вами посчитаем. На каждой плодовой стрелке здесь примерно по пять побегов. Ну, вот на этой передней плоскости пять, на той шесть, и вот с той стороны тоже по шесть. Где-то двадцать четыре получается. Напоминаю, куст молодой, да, кусту третий год. И вот двадцать четыре, может, и многовато. И вот в данном случае вот жалеть вот этой малышни, ну, не надо. У меня сейчас нет с собой секатора, а ломать уже такие побеги неудобно, но смело можно убирать один и второй. И будет вполне. Вот здесь такая, опять же, опорная цифра. Да, она абсолютно абстрактная, но чтобы вам было легче ориентироваться, вот больше двадцати на третий год может и не надо грузить. Да, вот этого будет достаточно. А это всего лишь по пять побегов на каждое из четырех плодовых стрелок. Обязательно ли отращивать четыре рукава, тоже вы часто спрашиваете. А если два, да пожалуйста, хоть один. Опять же, как вам удобно, так и делайте. Вот смотрите, пример. Тут будем считать, что три. Смотрите, раз. Да, вот два пошел хорошие толстенькие и еще один тоненький побег. Это побеги прошлого года. Да, мы их оставили. Ну, будем считать, что два. Вот этот маленький у нас не в счет. И опять же, мы их нагружаем в зависимости от того, как они растут. Ну и здесь вот на двух у нас получится, наверное, наверное, 15 зеленых побегов. Смотрите, еще вот один мы отращиваем прямо снизу. Вот у нас будет новый рукав, потому что сразу мы все, ну, не получилось у нас сформировать. В общем-то, мы этим не заморачиваемся. То есть, опять же, если у вас, там, даже в первый год у вас может отрасти вот два таких хороших побега, если они вызрели, пожалуйста, все, мы оставляем уже их на следующий год на плодоношение. Это абсолютно нормально. Ну, да, важно куст не перегрузить, но важно его и загрузить нормально. Ну, и нам же интересно, опять же, получать урожай. Ну, смотрите, опять же, сразу еще один пример. Вот, вот этот кустик я вам показывала. Да, 20 побегов, 24 мы насчитали. А вот рядышком, ну, вот так получилось, да, что плоховато вызрело как-то. Плоховато он в прошлом году рос, да, видим, вот он прирост прошлого года. И сейчас все начало от корня отбивать. Но побеги мощные, крупные. Ну, вот у нас их всего лишь три. И вот так может быть вот такой нагрузка. Поэтому цифры тут, понимаете, они как бы можно давать какие-то опорные, но все равно это все очень такая абстрактная величина будет. Ну, вот еще пример. Это третий год, да, и вот рядышком тоже третий год. Все высаживалось в одно время. Ну, так еще раз для закрепления. Значит, третий год у нас, ну, от одного, да, так может получиться, до, ну, будем ориентироваться 20 побегов. Больше, ну, наверное, не стоит грузить. И то вы смотрите это для тех кустов, которые очень хорошо и сильно развиваются. Ну, мы тем временем переходим к четвертому году. Ну, в общем-то и далее. Смотрите, на что опираемся здесь. Опять же, на куст, да, как он себя чувствует, какие у него характеристики и сколько у вас места на шпалере, потому что выше головы мы не прыгнем. Значит, что у нас? У нас вот в этом конкретном месте кусты посажены через 3 метра, и шпалера у нас двуплоскостная. Между побегами должно быть хотя бы 10 сантиметров. В идеале 15, а можно даже и 20, особенно если мы говорим про две плоскости. Ну, давайте считать как бы максимально. Если мы говорим о 10 сантиметрах, и у полном заполнении шпалеры, то это у нас максимум 60 побегов. У нас их может быть, да, у нас их может и не быть, потому что где-то там лоза плохо вызрела, где-то заморозки побили, где-то еще что-то. Мы можем столько и не набрать. Ну, вот ради интереса давайте с вами здесь посчитаем. Это у нас дынька. Вот посчитала, у нас здесь получается 25 побегов. Сильно рослая. Видно, что рост мощный, хороший, но больше побегов, скажем так, не нашлось. Да, вот там хвостик. Вот это должна была бы быть еще дынька. Ну, вот лоза чуть-чуть не доросла. Видите, 25 побегов как бы на четвертый год. Мы уже почти доросли до верхней проволоки. Рост активный, рост мощный. Для сильно рослого сорта смело можно оставлять. Ну, а цифра 60, о которой я говорила, это уже вот максимальная-максимальная цифра, которую мы, в принципе, можем себе позволить. Но это не значит, что мы будем так делать. Ну, пойдем еще кого-нибудь посчитаем. Вот это у нас Наташа Ростова. В прошлом году практически полноценный урожай. Мы с нее сняли. Тоже очень сильно рослый. И даже вот она у нас сидит нулевым кустом. Наверное, это была моя ошибка при распределении места. Да, вот я немножечко этого не учла. Ее надо было садить в середку. И вот у нее здесь 36 побегов. Ну, это уже вот максимальное заполнение. Даже, смотрите, вот здесь вот в начале просто есть место. Да, и мы оставили вот эти побеги. А на самом деле тут уже должен быть вот, где рукав идет на проволоку, да, старая древесина идет на проволоку. Все, вот туда один куст плотоносит, вот сюда должен другой. Ну, было место оставили. То есть вот сколько я насчитала, да, 36 по максимуму. Ну, ее можно было бы, было бы место, да, либо больше. Но, к сожалению, вот, да, моя ошибка. Немножко неправильно ее посадили. Ну, вот и такая, может быть, нагрузка на четвертый год. Причем повторю, что в прошлом году у нас был хороший полноценный урожай. Вот еще один пример. Кишмиш-Боровиси, вот он тоже сидит у нас с нулевочкой. Но, видите, здесь вот в начале побегов нету. Вот он занял ровно то, что ему положено занимать. Ну, практически, да, чуть-чуть можно было его сдвинуть. Опять же, две плоскости, 23 побега. Прекрасно тянет. Мы видим тоже абсолютно нормальный рост, да, абсолютно нормально он себя чувствует. Ну, и вернемся к нашему однорукому пененуару. 23 побега у нас здесь на двух плоскостях. Но, опять же, мы видим, что для слаборослого пененуара здесь все растет просто замечательно. Ну, и было бы вот там, вот там его место. Да, было бы там еще побегов, значит, нагрузили бы еще. Но еще пока не получается. Вот там отрастут снизу, да, тогда можно будет нагрузить еще. Ну, или, по крайней мере, вот здесь немножко разбавить эту густоту. Конечно, часть мы проломали, потому что просто, ну, просто некуда, да, уже. Здесь мы не поместим выше головы, не прыгнем. И вот здесь еще у нас ананасный, более взрослый кост. Там я вам показывала поменьше, да, этот побольше. Опять же, две плоскости. Вот это одна сторона. Да, вот здесь вот серединку занимает альминский. Альминский, вот там вторая сторона ананасного. Ну, я думаю, что 50, наверное, будет. Я уже даже не полезу считать. То есть, видите, мы заняли абсолютно все. И может, было бы занять еще больше, ну, если бы было больше места. Но больше места нету, да, поэтому так как есть. А при этом вот здесь у нас одесский черный. Вот это вот часть его побегов. И вот с этой стороны парочка, ну, нагрузка от силу побегов 8. Ну, больше, больше не удается нагрузить. Да, и такое может быть. То есть, да, четвертый год классикой. В 8 побегов, да, у кого-то по 30 и больше. А вот смотрите пример четырехлетнего куста, ну, четвертого года, когда мы перегрузили. Вот мы в прошлом году, да, у нас отросло. Точнее, мы смогли оставить 4 плодовые стрелки, 4 будущих рукава. И обратите внимание, то есть, вот мы оставили, да, из жадности много. Ну, вы видите разницу в росте вот этих побегов, да, и вот этих. Ну, разница очевидна. И смотрите, вот в ту сторону, то есть, примерно там все до четвертой проволоки. Да, это где-то, ну, метр сорок, метр пятьдесят высотой. То есть, видим побеги, да, вот там, ну, довольно большие, здесь довольно большие. А вот здесь вот эти вот, ну, они, они меньше, они тоненькие, да, вот посмотрите, они тоненькие совсем. И они, ну, так, сантиметров на 30-40 отстают от своих сородичей. Да, то есть, вот это явный пример перегруза. И вот это все нам надо убрать. И опять же, я повторяю много раз, вот, кто-то скажет, зачем уберите урожай, там, пусть они питают куст. Маленькие они, маленькие, понимаете? И вот там вот есть большие побеги. Тут куст, ну, наверное, глазков на 30 нагружен. Да, вот тут, мы видим даже чисто по этой плоскости. Все, нам эти побеги, они не нужны. Они не будут так работать на куст, как надо. И тем более, опять же, смотрите, вот, вот здесь полтора метра, да, здесь, ну, на процентов 30 меньше побеги. Они не просто так меньше растут по размеру. Да, вот, вот они маленькие, все. Все, поэтому их мы, не жалея, вот так вот все, все, все это убираем. Ну, можно, да, можно, конечно, например, вот этот там более длинно оставить, да, вот этот, ну, вот эти уже однозначно нет. Все, они тоненькие, маленькие, слабенькие. И не надо куст лишним нагружать, ну, нагрузка побегами, это тоже нагрузка. Тем более, если побеги растут одинаково хорошо, да, вот, вот, смотрите, вот рядышком там куст, да, почти все до верхней проволоки доросло. Здесь, ну, окей, до предпоследней сверху, но если кто-то сильно отстает, все, он не работает на куст, он потребляет много всего. Не, конечно, можно оставить, да, но мы тогда можем ослабить куст и получить проблемы в следующем году. Поэтому не надо это делать, да, не жадничаем. Ну, почему мы так оставили? Ну, потому что вот было место, да, вот, потом вовремя не выломали. Ну, так получилось, выломаем сейчас, ничего страшного. То есть вот есть и обратный пример, поэтому, опять же, мы не считаем, да, мы смотрим конкретно состояние. И вот наглядный пример, когда надо убираться. То есть, как видите, все очень индивидуально, и подогнать всех под одну гребенку просто невозможно. Подогнать можно, ну, более-менее в первые годы, а дальше все равно каждый конкретный куст пойдет своим путем в каждых конкретных условиях. Ваша задача просто наблюдать. Наблюдать, и лоза сама вам подскажет, как и что делать. Конечно, какие-то опорные цифры, ну, можно для себя учитывать, да, тем не менее, не зацикливаться на них. А еще раз повторю, смотреть на ваши конкретные условия. Ну, и, конечно же, место, сколько вам позволяет этот самый куст нагрузить. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды, и наши контакты. И до новых встреч!